Станицу Тонолыцкую вы уже не найдете на карте Оренбургской области. Она ушла под воду в результате создания на Урале знаменитого Иреклинского водохранилища. Нет уже в живых и выдающегося советского прозаика и литературного критика Валериана Павловича Правдухина. Его расстреляли в возрасте 46 лет. И лишь десятилетия спустя его книги, запрещенные долгие годы, начинают возвращаться к читателю. Это годы тропы ружьё, это яик уходит в море. Валерий родился в Тонолыцкой в 1892 году, в семье псаломщика. Сначала учился в Уральске, а потом в Оренбургской духовной семинарии, из которой его выгнали за участие в первомайском митинге и за создание журнала «Встань спящий». Потом он закончил Оренбургскую гимназию в 1911 году. Его направляют учителем в Акбулакскую школу. В 1913 он едет на Всероссийский съезд учителей, где выступает с докладом о развитии творчества детей. А вернувшись в Акбулак, теряет работу. По доносу его отстраняют от педагогической деятельности, и он перебирается в Москву. Там он поступает в Народный университет Шанявского. Познакомился и подружился с Сергеем Есениным. Но и во время учёбы его радикальные убеждения не находят понимания. Ему приходится уехать в Закавказье, подальше от глаз полиции. Именно там он встречает февральскую революцию 1917 года. Но его тянет в Оренбуржи, и после этого он опять возвращается в родные края. Работает здесь в земстве, служит в профессиональном театре. Уже после Октябрьского переворота 1917 года вместе с писательницей Лидией Сейфулиной, которая стала его женой, они вместе переезжают в Челябинск. Правдухин возглавил там губернский комитет политического просвещения. Он занимается созданием детских домов, трудовых лагерей, создаёт труппу местного театра. В 1920 году выходит его первое произведение, пьеса «Народный учитель». А в том же году вместе с Лидой они уезжают в Новониколаевск, нынешний город Новосибирск. Там Правдухин уже возглавляет сибирское государственное издательство. И вместе с женой и единомышленниками создаёт литературный журнал «Сибирские огни», который вызвал буквально восхищение народного комиссара просвещения Луначарского. В 20-30-е годы Валериан Правдухин уже один из авторитетнейших критиков Советской России. Он талантливо пишет о Маяковском и Есенине, о Лидии Сейфульне, Всеволоде Иванове, Пельнике, Михаиле Булгакове. Его суждения зачастую отличались от мнения спущенного сверху. В 1923 году Лидия Сейфульна и Валериан Правдухин переезжают в Москву. Его приглашают возглавить отдел литературной критики журнала «Красная новь». Однако уже два года спустя, после нападок Российской ассоциации пролетарских писателей, Правдухин потихоньку от критики отходит и переезжает в Ленинград. Сейфульна при этом живёт практически на два города – на Москву и Ленинград. В эти годы они создают знаменитые пьесы «Веренея», «Чёрный яр». Правдухин публикует свои автобиографические произведения, в частности, «Годы тропы ружьё». И всё же его тянет в родные края, на Урал. В 1929 году Валериан Правдухин вместе с писателем Алексеем Толстым, супругой Лидией Сейфульной, братьями и товарищами по цеху организует сплав по Яйку. Но уже в 30-е годы Правдухина заклеймили как троскиста. И в 1937 году его великолепный роман «Яйк уходит в море» подвергся жесточайшей цензуре и был с величайшим трудом опубликован. Именно в этом 1937 году Валериан Правдухин заступится за Михаила Булгакова и подвергнется сталинским репрессиям. Его жена Лидия Николаевна переживет мужа всего-навсего на 16 лет. И это будут далеко не самые лучшие годы в её жизни. Ну а о Лидии Сейфульной мы поговорим с вами в отдельной передаче. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!